Дорогие друзья, всем доброго дня! На связи Руслан Захаркин и мы находимся в чате команды криптоапостолы трейдинг нижнее подчеркивание дефи. Я знаю, что вы любите иксы, я знаю, что вы любите зарабатывать, я знаю, что вы любите максимизировать возможности и минимизировать риски. Об этом мы с вами сегодня и поговорим. Присоединяйтесь, людей зовите, пока что есть возможность прям залететь в первый вагон. Давайте вспомним такие проекты, как Dog Boss, который дал 50 иксов с пресейла, Wednesday Inu на Binance Smart Chain, который дал порядка 80% ну точнее 80 иксов с пресейла, монета Fink около 17 иксов с пресейла, но я считаю, что это очень максимально топовая история. Как мы с вами поступим сегодня? Вопросы можно задавать в чат. Сначала выступление Павла, рубрика вопрос-ответ от меня, как от ведущего Руслан Захаркин, собственно говоря, и далее мы уже обсудим с вами монету Adams на сети эфир. Это все, что я сейчас могу сказать, а все остальное, скажет Павел Алешин, как раз, можно сказать, папа семьи Wednesday Inu, и многие из вас, и в том числе и я, заработали и на монете Fink, и на монете Wednesday. Мы сейчас говорим то, что началось с апреля 2023 года, и я в начале апреля создал этот замечательный чат, где у нас находится порядка, сколько у нас уже? 629 человек, и это очень здорово. Мне сейчас кто-то названивает, спрашивает, что там с Adams, когда выходит, а мы сейчас будем узнавать, когда будет выходить Adams. Сразу скажу дисклеймер. Никаких займов, кредитов, последних денежных средств мы не используем. Заходим всегда только на свободный капитал и конкретно на часть его свободного капитала. Всегда нужно поступать по уму. Если вы не будете поступать по уму, у вас будут большие проблемы. От себя скажу. Готовьте кошелек Metamask, готовьте монету Ethereum, ну и, конечно же, сейчас будем начинать. Потрясений в мире достаточно. И политика, и все прочее. Вчера Сизи Чепманджао покинул пост главы Бинанса. Сейчас снова какой-то хрен туда встал, да, на пост генерального директора. BNB отреагировал молниеносно с 270 до 220, и сейчас где-то 235-240 на момент записи видео. Короче говоря, жесть полная. Но мы-то будем с вами работать на Бутерина, да, а точнее с использованием его как раз, да, сети Ethereum. Поэтому, Паш, мы тебя ждем. Расскажи, пожалуйста, что же за Адамс, когда она выходит. Время, будет ли пресейл, какие условия по пресейлу. Мы хотим знать абсолютно все, потому что мы с тобой зарабатываем деньги, потому что двигаемся по стратегии. Слово тебе, дорогой, я выключаюсь. Так, всем привет еще раз. Действительно, у нас с 26 ноября можно будет уже приобретать Адамс на эфире. На эфире будет у нас первая официальная монета, которую мы запускаем. Сеть эфира исторически она, конечно, гораздо сильнее. То есть, если мы даже сравним объемы торгов в сети БСК и в сети эфира, ну, это 20-30 раз. То есть, для БСК хайповая тема, это уже, если 50-100 тысяч долларов торги идут, это уже супер хайп. А для эфира это вообще даже, там, у последнего щитка таких объемов нет маленьких. Там везде 400 тысяч, 500 тысяч, несколько миллионов долларов объем торгов. Ну, и, конечно же, для сети эфира сейчас есть определенные хайпы. Вот, например, многие, наверное, уже слышали, Fidelity, BlackRock, они подают на ETF. Соответственно, смарт-мани, и причем в огромном количестве, польются в сети эфира. И уже начинают даже заливаться. Что это означает? Это означает, что сеть эфира будет еще более хайповая, там будет еще больше денег. Ну, и, конечно же, сейчас есть такой тренд, что сеть эфира меняет приоритеты по токенам. Если раньше летали там всякие PEP, PEP 2.0, лягушки, квакушки и так далее, то сейчас уже перевес в сторону смарт-проектов. Например, токены с искусственным интеллектом, анонимные, просто даже, которые так называются, уже дают 35-45 текстов вообще спокойно при старте. Поэтому сеть эфира сильная. Ну, и, конечно же, сейчас рынок смотрит на то, какие проекты команда запускала. Вот, например, токен от Floki, так и назывался, называется монета токен. Она дала очень хороший профит многим, потому что, конечно же, все ждали, все понимают, что Floki хороший актив, не скамовый, все, команда сильная, соответственно, все в нее пошли. У нас в данном случае есть следующие кейсы, которые, ну, конечно же, никогда нельзя говорить гарантированно. Но когда три проекта из трех, один из них, например, Dog Boss, на самом пике медвежьего рынка, когда вообще был апокалипсис, дает 50 иксов, и для эстонского кооператива эстонцев живет, потому что нет ни одного негативного отзыва про Dog Boss, все только положительные, а Малил Тенбаев, его там до сих пор люди, благодаря, что очень хорошо заработали, люди Алексея Стелс, из ProBlockChain, мы давали сигналы, они заработали очень сильно. Потом Wednesday. Вот, кстати, в этом чате трейдинг дэфи Wednesday сигнал давался вообще на пресейл. На пресейле люди заработали. Да, это правда. Это правда. Несколько дней было до пресейла, я давал сигнал. Сколько там, до 80 иксов максимум на пике было 6 мая 2023 года. Это правда. Да, и пресейл при этом не был залочен, и все равно монета сделала 80 иксов. И самое интересное, вот всегда отмечайте это на крипторынке. После больших пампов гарантированно будет дан, гарантированно будет коррекция, потому что люди заработали, начинают выводить. Остальные уже люди, которые видят просадку, все-таки в крипте, потому что деньги короткие. Мы должны это понимать. Тоже начинают выводить, все, начинается коррекция. Поэтому неважно, там, щиткоин, интересный стартап токенгем, топовая крипта, которая на бинансе торгуется. Они все пампятся, потом укатываются, корректируются. И вот здесь самый сильный кейс, а сможет ли эта монета потом подняться. Уэнсдэй на продуктах сделала 500% с точки разворота. Сейчас мы видим, что она очень хорошо держится, и даже на коррекциях рынка, ну, реагирует меньше, меньше, чем даже многие топовые криптовалюты. То есть, ну, 5-7% и то из-за того, что BNB, например, падает. Потому что все мы знаем, что Уэнсдэй сейчас к пулу, к BNB. Соответственно, BNB падает и тянет за собой Уэнсдэй, потому что дешевеет пул. То есть, у нас даже по каким-то коррекциям это связано, опять же, с тем же BNB, а не с самой Уэнсдэй. Это не потому, что Уэнсдэй продают. Киты Уэнсдэй, наоборот, накапливают, откупают очень сильно. Мы это тоже видим. И у нас сейчас как раз сформировался, по сути, Уэнсдэй фондейшн, за которыми стоят, я могу сказать, очень богатые люди. Там сидят конкретные миллионеры в нашем клубе Diamond Hands. Все они, кстати, такой инсайт, будут очень хорошо грузиться в Адамс. И Финк, да? Финк, 17, XOPS, старт. Единственный токен на БСК, который в августе что-то показал. Потому что, конечно, был вообще мертвый рынок. Но это исторически. Август-сентябрь – это самый тяжелый месяц для крипты, потому что все в отпусках, все еще там не работают, особо не торгуют. Ну и сеть БСК тогда была под фадом максимально. Ну, в принципе, как и сейчас. Почему проекты на БСК не стреляют? Потому что под фадом все это. Типа Champions уходит, с Binance что-то непонятки и так далее, и так далее. Так что 17 XOPS для Финк было, ну это, конечно, круто на самом деле. И месяц, причем, он держался. То есть я знаю, что на пресейле грузили люди очень большие деньги со многих аккаунтов. Мы специально делали аудит с Алексеем Стелс. Но там люди конкретно заработали, конечно, на пресейле. Как я, в принципе, и говорил. Что заходим на пресейл, пресейл заработает больше всех. Так, теперь у нас запускается Адамс токен. И я думаю, многим интересно понять, узнать, в чем его цель, в чем его смысл, какой у него токеномика. То есть если у Финк токеномика в том, что эта монета нужна Wednesday для стейкинга, для мистери-боксов, для watch-to-earn платформы, чтобы покупать и потом раздавать пользователям, то у Адамс цель гораздо интереснее. Это равный по силе с Wednesday проект, фундаментальный. И это искусственный интеллект, что очень важно. Искусственный интеллект сейчас на максимальном хайпе. То есть даже просто назови токен искусственного интеллекта, выпусти на Uniswap, он полетит. Потому что это хайп, это тренд сейчас. И он развивается, идет выше. И если реально выпускает продукты, а вы все знаете, что Wednesday реально выпускает продукты, то, конечно, там потенциал огромный. Вот, поэтому еще немного по искусственному интеллекту. Wednesday, как вы знаете, запускает разные продукты. Как NFT-маркет. Я думаю, сегодня уже поюзаем предикшен-платформу. Сегодня среда, потому что потороплю ребят, чтобы они выпустили побыстрее. Первый вопрос про это и было, кстати, Паш. Когда будет предикшен-платформ? От Андрея вопрос. Да, вообще у нас презентация была еще в прошлую среду, закрытая, да, на АМСС, когда только я ее показывал. Но ее еще не выпустили, потому что много разных... Когда уже начинаешь тестировать, понимаешь, что каких-то кнопок не хватает. Надо дизайнерам отдавать, чтобы сделали кнопки, что-то еще, еще, еще. Но такие мелкие детали, это всегда замечается, когда начинаешь работать с платформой. Но я думаю, сегодня ее выпустят, потому что она уже в сети БСК все, то есть в Майнете. Раньше она была в Тестнете, сейчас уже в Майнете она запущена. То есть осталось, по сути, там одну кнопку нажать, чтобы запустить ее на сайте. Она открылась. Это по предикшен-платформе. И, как я уже сказал, Wednesday запускает продукты. NFT-маркет, сейчас предикшен-платформа. Следующий у нас Wednesday Wallet. Watch to Earth-платформа в декабре, смотри сериал, израбатывай с NFT-мистерибоксами. И много разных игр, лудилок еще на NFT. Потому что NFT-маркет, в чем его сила, он дает возможность очень много разных NFT, игровых создавать в том числе. И таким образом, Адамс, искусственный интеллект, во-первых, подключается ко всем нашим системам, включая, кстати, и Адамс Декс, биржу децентрализованную с элементами централизации. То есть это значит, что то же самое, что на Дексе, но там дальше будут и P2P, и фьючерсы, и кредитные плечи, и очень много всякого функционала. И искусственный интеллект Адамс подключается к продуктам, и вы сможете, как общаясь с Алисой, например, или Siri, там говорят, Адамс, сделай мне такую-то сделку, Адамс, поставь мне такую-то ставку на преддикшем платформе, Адамс, сделай мне, зайди в SniperBot, подключись и продай по таким-то ценам. То есть вам вообще не нужно будет руками действовать в криптомире, потому что все это будет делать Адамс искусственный интеллект. И по сути, представьте себе криптофонд или любой инвестиционный фонд, там очень много сотрудников, там есть аналитики, там есть бухгалтеры, помощники, трейдеры, эксперты по фундаментальному анализу, люди, которые подбирают, занимаются подборкой разных новостей. И вот все это в одном искусственном интеллекте Адамс. То есть полная замена криптофонда. Поэтому, конечно же, я знаю и для опытных трейдеров, спекулянтов, и для новичков, она значительно упростит жизнь, потому что, например, захотели про Ripple узнать криптовалюту, говорите Адамс, подбери мне новости самые актуальные, интересные по этой монете. И она подбирает, еще и сама расскажет. Ну и плюс, конечно, немного юмора. У Адамсов есть определенная специфика в манере разговора и речи, и, конечно же, она тоже будет там язвить, всякие приколы отдавать, и будет просто даже интересно пообщаться с искусственным интеллектом в таком формате. Поэтому я сказал сейчас про фундаментал проекта. Разумеется, Wednesday, АИ, Адамс, вернее, АИ, начнет с такой, как маленькой девочки, потому что она будет еще маленькой, она будет развиваться, и дальше уже расти и становиться такой прям очень умной, мощной нейросетью. Так что здесь будет очень интересно на это всем наблюдать, смотреть. Ну и, конечно, я могу сказать, что фонды, крупные киты, они сейчас прям очень сильно котлетят в такие проекты, очень сильно. Особенно, если они на блокчейне эфир. Так что 26-го можно будет приобрести монету. Опять же, прекрасно зная бэкграунд, прекрасно зная, что с весом рынок полный. То есть, что сейчас сегодня начнется, это на фигах какие-то там. Пропокчейн, там, фонд, амалил. Начинаешь потихоньку пропадать, Паш, у тебя прерывается связь. Да, слышно меня? Вот сейчас получше. Да, смотри, ты сказал, 26-го ноября озвучил определенные фамилии. А скажи, пожалуйста, на какой платформе будет пресейл, пингсейл, юникрипта? Какая минимальная цена покупки максимальная? Какая эмиссия монеты будет? Ну, максимально подробности, чтобы люди как раз подготовились. Нас на пике сейчас, 47 человек, все слушают. По поводу с Тарта. У нас было много разных вариантов, разных стратегий, и в том числе стейлс лаунч, это просто запуск. С небольшой, например, даже ликвидностью, там, в 20-30 эфиров. Но, понимая четко, как работает рынок, уже запустив три монеты, плюс еще там Алексей Эксперт, Андрей Стейлс Эксперт, это знают, как это все делать, конечно, мы решили идти по той дороге, которую уже делали. Это через пресейл. Поэтому будет старт на пингселе. И с софткапом 50 эфиров, с хардкапом 200 эфиров. То есть такой будет предел там. Правда? Ну и, соответственно, по поводу, я думаю, минимально будет, скорее всего, 0,5 эфиров. Может быть, 0,2, но, скорее всего, 0,5 эфиров будет минимальная покупка. Максимальная будет на 5 эфиров. И в этот раз 100 миллиардов токенов эмиссии. Да, Руслан. Да, я написываю. Так, значит, скорее всего, мы сможем на пингселе купить за монету эфириум, разумеется. Минимальная 0,5, максимальная 5 эфира, да, на один кошелек. Так, софткап 50 эфиров, хардкап, когда закончится пресейл, это 200 эфиров. Я думаю, что хардкап получится собрать. И 100 миллиардов токенов это у нас эмиссия максимальная, недопечатанная. То есть дальше печатать нельзя. Отлично, очень интересно. Значит, 26 ноября это у нас пресейл. А во сколько он стартует на площадке Пингсейл? Кстати, я сделал очень классный обзор этой площадки. Если кто не знает, как на ней работать, обязательно потом вам скину. И это будет в закрепленном сообщении, конечно же, в описании к этому ролику. Во сколько планируется старт, чтобы мои люди были готовы? Старт будет 12.00 UTS. То есть, например, по Африке это, получается, будет... Я понял, это 15.00 по Москве, плюс 3 часа. По Гринвичу, время по Гринвичу. Значит, 12.00 Лондон и 15.00 Москва. Кто у нас, разумеется, из Сибири, плюс 4 часа. Это будет 15.00 плюс 4, 19.00. Кто Дальний Восток, ну, сами понимаете, ближе к ночи. Отлично, хорошо. А на какой бирже в дальнейшем планируется? Юнисваб, да? Да, первый листинг будет на Юнисваб. И там начнутся торги. Дальше уже будет по третье. И голосовать в том числе, потому что DAO-система планируется также за листинги на централизованных биржах. Отлично. Вопрос еще, смотри, Паш. В апреле 23-го года, когда Уэнс Дэйну стартовал первый токен из этой серии, никакого вестинг-периода, никаких заморозок не было. В Пинге уже была такая история, 5% каждые 7 дней. Как здесь будет построен вестинг-период, будет ли он, какие условия? По вестингу скоро еще будут полные подробности, но могу сказать, что скорее всего 99%, 10% будет сразу на руки, плюс 5% каждые 10 дней. То есть вот эта система, которая в Финк, она дала свой результат как раз локом. И на эфире тоже такой результат она даст. Потому что для дигенов и так далее, это нормальный вестинг, соответственно, для того, чтобы покупать, чтобы пампить монету. Так, 10% на руки сразу и 10% каждые 10 дней, не каждые 7, да? Да, в этот раз каждые 10 дней. 10% каждые 10 дней, не 5%, 10%. 5% каждые 10 дней и 10% сразу на руки, да. Все, я записал, спасибо тебе большое. Еще раз, 10% сразу вам дается, и потом каждые 10 дней по 5% unfrozen, да? То есть заморозка вестинг-период будет. Как раз это защита монеты определенной, я прекрасно понимаю, зачем это сделано. И это хорошая защита от слива, все-таки планируется игра в долгую. А это самое главное. Очень здорово, что нас сейчас слушает 46 человек в прямом эфире. Это круто. Так, смотри, Паш, ну вот здесь добавлю, я думаю, многие такие. Давай, давай, давай. А вот вестинг такой себе монеты, они же быстро пампятся, потом дампятся. На самом деле сеть эфира другая. То есть это не сеть БСК, где пошел коррекция, и все, все сливаются. В сети эфира другие законы. Во-первых, в сети эфира очень дипы любят покупать. В сети эфира там торги гораздо выше объема. Соответственно, когда даже в сети эфира идет коррекция на 30-40%, то монета потом еще на 300% может шахнуть вверх. И она живет гораздо дольше, что вот очень хорошо, конечно. Поэтому здесь вот такой вот вестинг, это дает возможность очень, конечно, хорошо заработать людям. Давай, у нас сейчас будет Рубика вопрос-ответ. Есть ряд вопросов, да, я тогда в чате прочитаю. Мишка, ник Мишка пишет. На какую начальную капу рассчитываете после запуска на Uniswap? Так, у нас 100 эфиров пойдут в пул ликвидности. Соответственно, капа будет примерно 600-800 тысяч долларов. Начальная. А ведь, в принципе, для сети эфира небольшая. Но такая, которая привлечет крупных таких вот дигенов на крупные сумки. Отлично. Так, следующий вопрос. У нас, кстати, много, это хорошо. Значит, действительно, людям интересно. Владимир Петручук спрашивает. Запуск запланирован сразу после полного закрытия или есть конкретная дата? Ну, перевожу на простой и понятный старославянский язык. Как только хардкап будет собран, сразу фэйр лаунч запуск или через какое-то время? Да, в течение часа сразу же. То есть, как Финк было. Там же за 27 минут собрали 400 BNB, и потом сразу через час мы залистились. Да, хорошо, я помню этот момент. Это было просто прекрасно. Вот так вот взять и залистить. Поэтому нужно 26 числа быть на фокусе, потому что 26 числа может сразу быть такое, что 200 эфиров соберутся. То есть, минимум 50 эфиров, максимум 200. Так, дальше. Павел, сделайте, пожалуйста, минимальный вход от 0,2 эфиров. Типа 0,5 это многовато будет. А сейчас эфир стоит 2000 долларов, 2004 доллара. А люди спрашивают, можно ли понизить минимальный порог входа? И это, кстати, не единственный вопрос. Ну, мы еще сегодня будем созваниваться с Алексеем как раз по вопросу 0,5 или 0,2. Конечно, 0,2 лучше в том, что, я знаю, тысячи людей сейчас ждут Адамс. И, конечно, им попроще будет, если 0,2 будет эфира. Но, возможно, да, возможно, 0,2,5 будет максималка. Так, хорошо, потому что сейчас вот Яндекс показывает 1 эфир, это 176 996 рублей. Но, опять-таки, это Яндекс, это так грубо, просто я показать. Так, если, ну, половина, разумеется, да, давайте вот в долларах, да. Ну, это 0,5 эфира, это где-то сейчас, грубо говоря, косарь бакса. 0,25, это будет где-то 250 долларов, просто чтобы вы ориентировались вообще в пространстве и во времени. Давайте к следующему вопросу переводить так. Ага, вижу. Мишка тоже опять спрашивает. А почему именно 0,5? Не все обладают возможностью зайти, учитывайте комиссию. Ну, комиссию мы всегда учитываем. И, в принципе, сеть эфира, сеть эфира, она, ну, скажем так, не для бюджетных запусков. Это БСК, там минимальная комиссия. В эфире действительно комиссия может быть большой, но сейчас они относительно нормализировались. И почему монеты на эфире? Ну, Паша сам ответил сейчас на этот вопрос, но тем не менее. Это значит, что рассчитывается платежеспособная аудитория. Вот в чем дело. То есть люди будут в том числе заходить с хорошими сумками, как ты правильно сказал. Ну, Паш, можешь дополнить, хотя ты уже сказал. Эфировская сеть гораздо сильнее. Я могу сказать, что, например, США в БСК вообще нет. От слова совсем. Просто нет. Америки. И многих стран, таких вот Канада вообще, США, много европейских стран, там в БСК сети нет. Даже если вот есть кто в Дебанке, мы сейчас там профиль как раз очень сильно раскачиваем по Уэнсдэй, уже 2000 фолловеров, и там можно за каждого аккаунта подключение к кошельку, и мы видим, сколько у него денег на кошельки. Вот сейчас на Уэнсдэй там на 70 миллионов долларов подписаны кошельки. И я смотрел, сколько? Ну, может быть, 2-3% у кого есть BNB. То есть сети БСК у многих просто нет. А с учетом того, что ее на Метамаске ведь надо еще специально добавить, например, сеть БСК, многие даже не добавляют. И многие D-гены, так называемые, они из принципа не пользуются сетью БСК. Поэтому в сети БСК маленькие торги, не такие большие пампы по росту. То есть она сильно проигрывает эфиру. А с учетом того, что сейчас еще в эфир идет Fidelity, BlackRock и все остальные, я думаю, что сеть БСК не сможет конкурировать в принципе с эфириумом. Поэтому мы запускаемся в эфире для того, чтобы показать вот прям, ну, всю мощь, всю силу. То есть там уже будут серьезные покупатели, серьезные дяди, серьезные фонды, которые прям будут грузиться. Поэтому мы здесь планируем показать, ну, на больших торгах, на большой ликвидности, наверное, даже что-то покруче, чем Уэнсдэй показал на сети БСК. И сеть эфира этому как раз поспособствует. Красавчик ответил. Ну, сейчас все спорят. А, еще секундочку, еще секундочку. Давай. Тоже такой инсайт для трейдинг-дефи-чата. Это у нас через двух людей, два человека, выходы на Виталика Ботерина. И сейчас, кто знает, Влада Бартынова, очень хороший там друг Ботерина, который знает его семью родителей, они сейчас на форуме. У нас с ним деловые контакты. Это с ним сотрудничает уже много лет Алексей Стелс. А вы знаете, что он в команде Уэнсдэй. И мы с ним тоже общаемся. И сейчас он ведет переговоры с Ботерином. Плюс еще у Амали Альтенбаева оказался человек на Бали, друг, который дружит с Ботерином. Соответственно, мы на Ботерина выходить тоже будем и рассказывать. И уже сейчас вот как раз Мартынов ему рассказывает про Адамс, про Уэнсдэй, который будет выходить в сети эфира. Также, кстати говоря, в декабре. Поэтому здесь у нас есть еще один козырь в виде него. И, возможно, с учетом искусственного интеллекта, всех продуктов, которые мы выпускаем и так далее, и самой идеи хайпа, что все-таки второй сезон скоро уже начинают снимать, Ботерин может поддержать. Если он поддерживает, ну и тогда, я думаю, все понимают, что там все миллионеры просто, кто купит на старте и на преселе. Кстати, знаешь, в чем прикол? Я вот в своей книге «Деньги из воздуха. Как заработать на мечту», это моя 18-я книга, давал кейс по поводу монеты Уэнсдэй, по поводу монеты Финк, сколько мы здесь заработали. Это действительно круто, поэтому читайте. Так, а сейчас у нас идут небольшие споры о минимальной сумме захода, потому что типа 0,5 – это примерно 1 тысяча долларов. Не каждый себе может позволить. Кто-то даже вон написал, что 0,05 – считаю лучший вариант, там максимум 0,5, от 100 до 1000 долларов. Но я думаю, что нет. Максималка должна быть все-таки до 5 эфиров. Здесь я с тобой согласен для того, чтобы большие сумки заходили, потому что сейчас 5 эфиров – это примерно… Ну давайте, 5 умножаем на 2000 долларов на сегодняшний день и сейчас – это 10 тысяч баксов. Это нормально. Если бы всего хардкап был там, допустим, 50 эфиров, это мало, да, но так как 200 эфиров – нормальная вполне история. Коллеги, я слушаю ваши вопросы, однотипные вопросы мы обсуждать не будем, потому что сейчас, сегодня будет итоговое финальное утверждение того, от какой суммы будет заход. Вот Александр Шрейдер пишет, блин, я думал хотя бы на 50 баксов зайти. Ты сможешь зайти, но тогда уже надо будет заходить на старте, либо принимать решение по заходу непосредственно на пресейле, потому что это определенная привилегия. Так, дальше. Ну тут надо еще учитывать, вот секундочку, что вот… Давай, давай. …50 долларов. Комиссия в сети эфира – 20-30 долларов. Соответственно… Не выгодно будет заходить, конечно. Ну да, здесь нет таких минимальных покупок в сети эфира. Это сеть БСК – 50 долларов нормально там. А в сети эфира минимальная, думаю, покупка – это, ну, как я смотрю по транзакциям, 200-300 долларов. Это вот прям… Дмитрий Юн пишет, все киты идут в эфире, там объемы совсем другие. Поэтому, коллеги, ну, прикольно, да, что Светлана пишет, лучше что-то среднее между 0,2 и 0,5, например, 0,35. Нет, такая история не пойдет. Кстати, нас сейчас слушает Дальний Восток, в дальнейшем основательница ресторанного бизнеса Джулия Крабс именно с морепродуктами. Юль, ты можешь буквально на несколько секунд выйти в эфир, рассказать про свой опыт Финга? Ну, буквально несколько слов. Я знаю, что за полтора часа ты сделала хороший результат. Ты здесь? Я тебе включил микрофон. Я тебя очень прошу, не стесняйся, микрофон у тебя включен. Буквально несколько слов. Я вижу, что ты слушаешь. Потому что человек сделал определенное количество процентов, и я уверен, что человек тоже будет к нам заходить. Я смотрю, уже сердечки ставят, видимо, неудобно говорить. Ну, да ладно. Смотрите, друзья мои хорошие. Большие возможности сопряжены всегда с рисками и всегда с инвестированием. Для того, чтобы что-то заработать, надо вот что-то вложить, инвестировать. Без этого никуда и никак. И мы переходим в высшую лигу. Да, БСК это очень крутая история. Очень крутая. Но нам нужно двигаться дальше. И сейчас у нас есть очень интересная альтернатива. И классные кейсы. Dog Boss. Wednesday Inu. Конечно же, монета Fink. И то, что сейчас с Deep. Deep это, ну, просто Паша произносил очень интересные термины. Когда у нас что-то достигает локального дна, и дальше идет снова рост. Вот это называется Deep. Подкупить на Deep это значит откупить где-то внизу, для того, чтобы в дальнейшем получить шанс с этого низа заработать мне неплохие деньги. Поэтому, конечно же, лучше заходить на старте. Моя стратегия будет простой и понятной. Я ее обкатывал и на Wednesday Inu, и на Finge. Я всегда захожу на прицели и далее откупаю с первой коррекции. Это очень важно. Плюс, конечно же, у меня есть стратегия усреднения. И далее это будет поддержка, позитивный фон. Кстати, к Юлии Крабсу, Юль, у меня к тебе большая просьба и ко всем, кто у нас владеет иностранными языками. Понятное дело, что мы сейчас вещаем на русскоязычную аудиторию, на весь Рунет, Россия, Казахстан, Узбекистан, все-все-все, кто нас слышит. Страны СНГ и постсоветского пространства и дальние зарубежья, кто нас понимает. Если вы знаете английский, французский, немецкий, испанский, китайский, мандарин, корейский. Я знаю, что Юлия знает диалект как раз мандарин китайский, на котором говорят примерно миллиард человек. Если вы будете еще в своих чатах или со своими китайскими партнерами, испанскими и индусами, да, со всеми общаться, это будет максимально топовая история. А если вы еще приведете, ну, максимальных китов, это будет еще лучше, особенно если они зайдут уже после пресейла. Ну, можно и на пресейле. Потому что тогда на графике это будет все отображаться. Пушим, шилим, шарим, репостим. Это стратегия успеха. Потому что как этот поезд мы назовем, победа, да, так он и поедет. Если беда, то беда, победа это победа. Ну, вот вижу, Дарья Кондитер и юрист крипта тоже шелестит. Тебе тоже настоятельно рекомендую изучить данную историю. Все ссылочки Паша нам скинет на официальные чаты, на сайты, на все-все-все, все, что связано с Адамсом. Итак, значит, просят всю минималку сделать от 200 долларов. Сегодня Павел вместе с командой обсудит минимальный и максимальный вход на пресейле, на пинг-сейле. Кто не умеет пользоваться данной площадкой, видео предоставлю. Я уже сделал топовую историю, прям топовое видео, топовую обучалку. Лохануться, простите меня за тавтологию, не получится. Так, не отпугнет ли вестинг пресейла крупных инвесторов? Борода Мэн спрашивает. И далее будет чуть длиннее вопрос. Нет, не отпугнет, потому что здесь как раз прослеживается история долгосрочная. И сеть эфира, опять же, еще раз повторюсь, это позволяет такое делать. То есть это его преимущество от сети БСК. Если БСК начинается коррекция, то дальше уже полную коррекцию надо отыграть. То в эфире этого другая история. Можно взять как раз пример тот же Обама Соник, который даже без продуктов, без всего, с нормальной ликвидностью стартанул и дальше очень долго торговался и пробивал, пытался АТХ и так далее. То есть прям и сейчас еще тоже нормально торгуется. Поэтому крупные сумки, как мне известно, они будут уже на пульсе сидеть, чтобы с больших аккаунтов купить, как всегда. То есть потому что, ну мы знаем, что в Финги и в Уэнсдэй со многих аккаунтов заходили, не с одного. Поэтому киты, наоборот, сейчас прям на фокусе, на старте они ждут. Потому что для кита, на самом деле, он же не ждет каких-то там 5000 иксов, да, там 100 иксов. Для него грамотно, например, вложить 30-50 тысяч долларов, и чтобы заработать там, например, 100-150-200. Для него это вообще будет сказка, шоколад. И как раз проекты нашей команды, они китам такое позволяют делать. Поэтому, конечно, киты сейчас заряжены по максимуму. И на преселе брать, и на старте брать, и так далее. Ну ты правильно говоришь, потому что особенно люди из физического бизнеса, которые зарабатывают 20-30-40, ну крае 60% годовых, не в месяц. Для них такие иксы, это вообще мама не горюй. Итак, дальше, значит, Владимир Петручук спрашивает. Но эти большие сумки будут разгружаться при 5-10 иксов. А вот когда вы будете делать минималку не 5, а 1 эфир, не будет такого давления. Хотя бы первые 2 часа. Я видел такие запуски, когда первые 2 часа была очень маленькая максималка. И это работает. Нет такого давления. То есть делятся с тобой какими-то опытными историями люди, Паш. Типа, ну, попросите рассмотреть данную тему. Ну, на самом деле, киты все равно с 10-20 аккаунтов купят. Поэтому им сделали максималку в 5 эфиров. И плюс здесь уже история, когда, например, токен вообще никто не знает, какой-то анонимный и что-то еще. Понятное дело, все его боятся. Потому что никто не знает. А вдруг он ликвидку вытащит? А вдруг они все продампят на старте? Все боятся и, соответственно, все на пульсе сидят в первые часы. Но у нас такого нет, потому что все знают. Wednesday, Pink, Dog Boss. Все купят и пойдут спать. И пойдут там отдыхать, что-то другое делать. Понимая, что цена будет расти. То есть ее нам в первые часы что-то еще, каких-то сюрпризов не будет. Все пойдет по стандарту. Пойдет рост. И дальше будет это продолжаться. Вот когда там 10-20 аксов будет, да, уже. Ну, многие будут на пульсе. Но здесь может сыграть эффект как раз сети эфира, что пойдут дигены оттуда грузиться очень сильно. И перекупать там это все дело. Поэтому здесь тоже такой есть момент. Ну что же, будем все это пиарить. Как я уже описывал в книге «Всевышний пиар. Гид по хайпу». Кстати, 1 декабря я буду ее презентовывать в Москве. Кто хочет принять участие, пишите в личку. Многие темы я обкатал. В том числе это можно делать и на криптомонетах, потому что это важно. Еще один вопрос от Сергея Ви. Торги на Uniswap сразу после пресейла? Ну, об этом тоже говорилось. Давайте я отвечу. Как только соберется хардкап, ну, хотя бы, да, софткап это минимум, но давайте говорить более разумно. Хардкап 200 эфиров, то тогда будет уже запуск на Uniswap в течение нескольких часов. Может быть, одного-двух. Это будет так называемый файер-лаунч. Не надо будет ждать неделю для того, чтобы запуститься. И если вы только-только присоединились, 10% сразу на руки от того, что вы купите непосредственно по пресейле. Потом 5% будет разморозка, вестинг-период каждые 10 дней. Вот такая вот история. Пожалуйста, имейте это в виду. Дальше спрашивают Айка. У Финк когда будет рост? Когда биткоин будет 100 тысяч долларов? Не, почему? Финк создан, еще я до старта говорил. Всегда, кстати, тоже обращайте внимание на фундаментал проекта. Я всегда честно говорю до старта, какой у него фундаментал, какие перспективы. То, что Финк поднялся за счет спекуляций, потому что проект новый. Но Финк необходим у Энсдэй для того, чтобы раздавать его через Watch2Earth платформу, через NFT-боксы. В боксах будут деньги в Финк спрятаны. Вот стейкинг запускать будут. Но Финк у Энсдэй нету в таких количествах, в таких объемах. Поэтому это все надо по рынку покупать. Соответственно, Уэнсдэй запускает там продукты, зарабатывает, откупает это все по рынку, достает в боксах, постепенно распределяет. Ну, если NFT-мистри-боксы продадутся, 10 тысяч первая партия, а я думаю, они продадутся легко, ну, Финк пробьет АТХ, скорее всего. Даже не скорее всего, а это так и будет. Поэтому по Финк можете не переживать. Спасибо большое. Так, давайте посмотрим еще вопросы. Коллеги, пишите. Не надо стесняться. Вижу, кто-то пишет. Так. У Адамс не получится, как у Финк? Пам, потом дам. Это вопрос от Данил со значком доллар. Какой интересный вопрос. Что же будет дальше? Ну, смотрите, надо быть готовым к тому, что любая криптовалюта, любая, как я уже говорил в начале АМА, она пойдет в коррекцию. Да, когда люди сделают 20-30 тиксов, многие захотят зафиксироваться. А те же трейдеры, дигены и так далее, ничто же не дураки, покупать на хаях. Они будут специально ждать эту коррекцию. Поэтому будет памп, потом коррекция, дальше уже снова разворот. Ну, и при выходе продуктов, как искусственный интеллект и так далее, там уже АТХ, АТХ и так далее. То есть здесь это тоже нужно быть к этому готовым, что даже если посмотреть график Шибу, вот этот Обама, Соник, там тоже памп, коррекция, потом снова памп и так далее. Но сейчас мы близки уже к булрану, поэтому спекулятивная часть здесь даст доход, инвестиционная часть, которая на долгосрок тоже даст доход. Просто когда вы используете инвестиционную часть, не особо там смотрите на какие-то там коррекции, они будут в любом случае, но после коррекции также всегда рост происходит. Так, коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Нас почти 50 человек, потому что тогда уже будем готовиться. Павел пойдет на следующие созвоны, не только со мной, но и с нашими коллегами по цепку. Это очень круто, что много блогеров-инфлюенсеров сейчас присоединяется, потому что они не хотят пропускать катку, как было, например, в Энсдейну, в Финге. Люди очень неплохо заработали. Итак, пожалуйста, не вижу пока вопросов. Если вопросов нет, будем потихонечку завершать. Я эту запись скину на YouTube, для того, чтобы была индексация, росли просмотры, ну и чтобы люди понимали, где вообще что, как, чего и зачем. Паш, а какие сейчас есть ресурсы? От меня тогда будет вопрос, если остальные люди стесняются. У Адамс, там, Телеграм-чаты, что, Дискорды, что есть? Можно все списком скинуть в наш чат, чтобы было? Да, на днях мы скинем социальные сети. И по поводу еще маркетинговых ресурсов, тоже, я думаю, многие задаются этим вопросом. Все знают, что у нас есть, ну, по сути, полностью СНГ-рынок всех инфлюенсеров. Но здесь еще, что очень круто, будут задействованы приватные каналы, в которых мы с Алексеем сидим, с Телс, с адигенами очень крупными, колы, вот эти самые такие топовые в эфире. Они работают только с сетью эфира, и у нас сейчас есть возможность как раз-таки с ними тоже поработать. Поэтому здесь будет очень мощный лагерь, очень мощная банда еще вот из этих эфировских ребят колл-каналов сильных. И, включая даже глаза, этот человек, у которого нет публичного большого канала или YouTube-канала, у него есть приватный клуб, там сидят вот просто такие киты эфира. Это, когда человек дает сигнал, объем торгов в сети этой монеты до 2-3 миллионов долларов сразу достигает. И вот этот человек тоже будет задействован, ему очень понравилось Сфинк, Уэнсдэй. Они, конечно, очень были впечатлены, что мы таких результатов на БСК-сети добились, потому что они считают, что БСК-сеть это как ну какой-то мусор. Они считают, что только эфир такой вот достоин для торговли. И, конечно же, они все готовы, они тоже заряжены давать, давать, пампить монету. А это спасибо тебе за такой развернутый ответ. Я лично уже жду, буду сейчас индивидуально, да, сам с собой договариваться, Руслан договаривается с Русланом, что уже забавно. На какую сумму я буду заходить, потому что действительно очень важно. Итак, Лаки Мэн спрашивает, с китами пресейл может закончиться через 15 минут? Видишь, у нас есть как позитивные мысли, так и мысли осторожности. Ну, что же, давай ответим на вопросы людей. Ну, мы будем наблюдать 26 числа, потому что Финк забрал пресейл за 26 минут, где-то так, а там и 400 BNB было, там было поменьше. Будем смотреть, как это будет в сети эфира и за сколько по времени это сделается. Мой прогноз, наверное, все-таки сутки он будет идти, а может даже двое. Может быть, он будет идти полчаса. Это понаблюдаем, это всегда интересно наблюдать, как пресейл собирается. Мой прогноз до двух суток. И я считаю, что Hard Cup скорее всего будет собран. Напоминаю, минимально 50 эфиров это Soft Cup, 50 на 2 умножаем, и того 100 тысяч баксов это минимум. Значит, Hard Cup это 200 эфиров, 200 на 2 это у нас получается сколько? Правильно, это получается, ну я на момент записи видео, на момент того, какой сейчас курс эфира, это 400 тысяч долларов, то есть минималочка. Вот такая вот история, чтобы вы все понимали, чтобы вы все ориентировались в пространстве и во времени. Будете ориентироваться, будете понимать вообще, ну, что вам светит. Так, Дмитрий Юн пишет, может быть, такой вопрос, но подскажите что-то по разлокам. Так разлоки уже сказали, смотрите, сразу, когда вы покупаете на пресейле, это только к пресейлу относится, вы получаете 10% от той эмиссии, которую вы купили. Далее у вас каждые 10 дней по 5% идет разлок. Об этом уже третий раз мы говорим, поэтому надеюсь, что все вы поняли. Так, Юрий Макарский как раз помог. 10% сразу по 5% каждые 10 дней. Абсолютно верно. Спасибо вам большое, Юрий. Дарья, кондитер и юрист. Невероятное сочетание, великолепие, красоты и ума. Хочу уточнить информацию, по дорожной карте. В какие сроки она будет выполняться? Было бы очень здорово, если пропишут хотя бы кварталы. Я так понимаю, за roadmap, что планируется в монете вообще, как она будет себя чувствовать, как она будет жить, что она родит в дальнейшем. Паш, чуть подробнее, пожалуйста. Да, у нас это будет, во-первых, первое на сайте, в социальных сетях. И сейчас, естественно, скажу, потому что действительно очень важный по roadmap момент. В декабре-январе у нас планируется релиз Adam's Dex этой биржи и уже первой бета-версии искусственного интеллекта. То есть, мы начнем с малого, так скажем, который, как помощник Алиса, еще там в телеграммах и так далее, и так далее. То есть, какие-то уже можно будет общаться с ней. Она будет уже подбирать информацию определенную. Она уже будет на видео у нас вещать, кстати, Adam's искусственный интеллект. И дальше уже каждый месяц мы будем выкатывать какое-то обновление интересное, усиливать, усиливать, усиливать. И на этом как раз-таки хайпить. В сети эфиры это любят. То есть, сначала там стартап, потом начинается каждый месяц обновления, улучшения. Она на глазах растет, усиливается. Ну и, соответственно, DIGENOM и всем это интересно. Ага, круто, развивается, развитие идет, рост идет. Тоже сидим, инвестируем, загружаемся и так далее. Поэтому такой план. И здесь больше, конечно, посвящение будет именно искусственному интеллекту. Но каждый месяц, повторюсь, здесь можно выкатывать разные обновления и, соответственно, быть у рынка на слуху. Спасибо тебе большое. Коллеги, еще, пожалуйста, вопросы. Мы вещаем практически уже 50 минут. Скоро мы будем заканчивать. Далее я эту запись на YouTube выкладываю за Харкин Крипта. Кто еще не подписался, сделайте это. Евген спрашивает вопрос, на который уже давался ответ, когда запустится предикшн платформа. Так, Сергей Ви спрашивает, вэт на эфире когда будет? Из какой цены старт? Ну, как уже говорили ранее, 26 ноября 2023 года, 12.00 по Гриничу, 15.00 по Москве, это старт пресейла. Софт как? Я думал, когда будет Уэнсдэй на эфириуме. А, ой, прости, прости, а то я уже про Адамс. Я понял, давай, давай, а то я уже все про Адамс, видишь, у меня уже туда, короче, фокус. Давай, давай, дорогой. Мы ожидаем в декабре, сейчас Адамс будет генерировать и собирать очень большую эфировскую аудиторию, соответственно, чтобы она также узнала про Уэнсдэй, и тогда мы запускаем Уэнсдэй на Юнисвапе, тоже, причем там уже никаких пресейлов не будет, там сразу прям в ликвидность будут эфиры, там тоже будет интересная история, мы на следующих, там, где-то в декабре на Амассессиях подробности расскажем. Спасибо большое. Во, кстати, Богдан задал грамотный вопрос, я что-то до него не додумался. Будет ли комиссия на покупку, продажу токена на старте и далее? Комса? Да. Там 5 или 10 процентов? 2,5 процента будет, и, причем, хорошая новость, для тех, кто... А это куда? На покупку, на продажу? На покупку, на продажу, и причем, тоже хорошая новость. 2,5, а куда они пойдут? Или это сжигание? 1 процент, 1 процент от всех комиссий будет распределен между холдерами, распределяться. Но так как мы знаем, какие сильные объемы в сети эфира, это хорошая денежка, то есть холдеры будут получать еще пассивный доход, тоже, что круто. 1 процент будет идти в ликвидность, да, для того, чтобы... Ну, мы знаем, что даже при комиссии в 2,5 процента вот эти, так скажем, бургер-боты, хот-доги, которые, знаете, там покупают, потом через транзакции подключаются, я думаю, знают все такую вот эту тему, что там есть на эфире. Они тоже будут тем самым... От них они избавиться невозможно, но они, по крайней мере, будут платить комиссию, которая будет идти холдером, которая будет идти в пул ликвидности, соответственно, пул ликвидности тоже будет наполняться, что, кстати, очень хорошо для пресейла, потому что будет вот это за счет комиссии цена от точки входа первой, да, цены пресейла идти выше, 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 выше. Таким образом пресейл остается как раз в большом плюсе. И 0,5 процентов будет идти на маркетинг в том числе, набираться, чтобы маркетинг у нас был на бесконечной основе. Так, отлично, подытожим. 2,5 процента комиссии на покупку на продажу, 0,5 маркетинг, 1 процент в пул ликвидности и 1 процент как пассивный доход между всеми холдерами будет распределяться. Правильно? Да, верно. Это топовая история. Не поповая, а топовая. Дорогие друзья, пожалуйста, еще ваши вопросы. Обещаем более 50 минут. Если вопросы есть, задаем. Буквально вот 2-3 вопросы и все. Если вопросов нет, быстро монтируй и сразу все на YouTube выкладываю. ввиду того, что сейчас нужна максимальная индексация, от вас нужна максимальная поддержка. Я уверен, что многие из вас имеют свои чаты, свои группы, и у вас есть реально возможность заработать самим и дать довольно-таки интересный сигнал своим людям, потому что потенциал у темы есть, причем очень хороший. Давайте, коллеги, если вопросов нет, заканчиваем. Если вопросы есть, вот еще 2-3 вопросы и все. Я потому что уже в предвкушении. Паш, у тебя будет какая у самого стратегия? То есть, я так понимаю, ты будешь использовать стратегию, начиная еще со времен Венздей, заход и на пресейле, и в дальнейшем откупать на первых коррекциях, да? Да, самая лучшая стратегия, я считаю, это купить на пресейле и купить на самом старте. Но тут тоже на старте надо понимать, что тоже сразу же может свеча сильно вверх пойти, поэтому всегда лучше покупать на эфире, если, наверное, 0,70% от депо лучше пресейл, 30% для спекуляций на старте. Спасибо большое, что ты видел сюда. Если есть время, первые минуты взять, так лучше, конечно, всегда лучше, конечно, активы брать по стартовым ценам. Ну, понятное дело, да, понятное дело, я с тобой полностью согласен. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. у нас более 40 человек в прямом эфире, это просто замечательно. Паш, и если вы сегодня будете рассматривать возможность, да, какая минимальная цена пресейла, какая максимальная, ну, с максимальной вопросов нет. До 5 эфиров, так до 5 эфиров. Но многие все-таки просят снизить 0,5 на 0,25. Типа не от 1000 будет вход, а все-таки от хотя бы там 500 долларов. То есть это возможно сегодня вам как минимум хотя бы обсудить? Или все-таки будет определенный ценовой отсек с пресейла? Да, да, мы сегодня и обсудим. Но, скорее всего, правда 0,25, да. Потому что очень большое комьюнити у Энсдэй. Тоже надо людям дать возможность. 0,25, напоминаю вам, ребят, смотрите, сейчас эфир примерно 2000 долларов. Половина эфира это у нас 1000 долларов. 0,25 это у нас 500 долларов. Ну и разумеется, 1,12 с половиной, да, это 250 баксов. Поэтому 0,25 это какая-то равновесная цена, которая, ну, пустит сюда людей, у которых капитал, допустим, от 500 до 1000 долларов на такие истории. Потому что если до 1000, нет смысла даже заходить при 0,5 за эфир. Я имею ввиду, если нет денег, тогда проще дожидаться уже непосредственно старта на Юнисваб. Здесь, на пресейле, конечно же, есть определенный, ну, такой ценз, да, для первых. Это право первого. Это на самом деле крутая история. Кстати, коллеги, это не было согласовано ни с кем. В том числе, Павел не знает, но я не был бы Русланом Захаркиным, если бы не сделал то, что должен был сделать. Смотрите, у меня будет конкурс. Сейчас я вам покажу, какой. Подождите, подождите. Так как многие из вас знают, что я инфлюенсер биржи BingX, у меня есть конкурс для вас. Кто сделает самую большую покупку на пресейле, первой, да, самую большую покупку, тот получит от меня лично вот такой вот подарочный бокс. Подарочный бокс от криптовалютной биржи BingX с очень крутыми подарками на самом деле, да, и, конечно же, от меня реферальную ссылку, потому что самые минимальные комиссии, нет проблем с гражданами СНГ, ну и, конечно же, очень удобный интерфейс, максимально удобный саппорт, и в дальнейшем, как только вы уже будете показывать результаты торговые, и у вас будут люди по вашей ссылке, вам будет увеличена торговая комиссия. Вот такой вот бокс, я не могу показать его весь, но поверьте мне, это не какая-то футболочка и кепочка, только здесь еще есть подарки, поэтому для вас будет вот максимально такая хорошая история. Бокс только один, сразу говорю, но этот бокс получит именно тот, кто мне потом докажет, что, ну, покажет, да, транзакции, покажет скрины, что человек сделал максимальную покупку, вот такая вот история. Это мой официальный подарочный спонсор на презентацию моей книги «Всевышний пиар-гид по хайпу», которая пройдет в Москве 1 декабря на Новом Арбате 2023 года также будет деловой нетворкинг, ну и, конечно же, мой день рождения. Кто будет являться колдером монеты «Адамс», тогда можно будет как раз составить компанию, прийти, но это уже в индивидуальном порядке, дорогие друзья. Поэтому у кого будет самая большая покупка на пресейле, доказанная, от меня лично, это не от Павла, да, с ним не согласовано, от меня лично вам будет такой подарок. Стоимость его, ну, порядка 100 баксов. Слушайте, ну, кто-то скажет, что мало, но с другой стороны, знаете, это все равно приятно получить такую историю от криптовалютной биржи BingX, которая сейчас будет очень даже неплохо качать в СНГ, она уже качает. Так что, welcome. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемый Павел, у нас осталось не так много времени, я вижу, что вопросов уже нет, ответили на все вопросы, думаю, что будем прощаться. Какое напутствие сделаешь новичкам и тем, кто сейчас раздумывает, а заходить или пропустить? Паш, давай. Ну, напутствие, это первое, есть очень большая разница между токенами, щитками, которые анонимные запускаются, это супер риск, это казино, это рулетка, а когда уже есть бэкграунд из трех монет и все они были успешны, значит, ну, как я был аналитиком в фонде, как раз подбил активы, еще очень давно в Москва-Сити сидел, и в данном случае, как аналитик, я бы посоветовал бы в фонд однозначно заходить, потому что по расчетам, вот мы берем математический расчет обычного, как аналитики, мы берем среднее значение, которое сделало из трех монет сделать четвертое, да, на сети эфира, даже если мы не возьмем, что сеть эфира это супер хайп, это там вообще все деньги лежат и так далее, то это 30-40 иксов среднее значение, если мы будем брать по остальным трем монетам, ну, и плюс все остальные три монеты, они живут, развиваются тоже, это тоже большой показатель, соответственно, здесь для новичка, я считаю, однозначно нужно заходить, пробовать, потому что здесь не такие риски, как в щитках, которые только запускаются, ну, и понятное дело, что все это знают, и сейчас весь рынок на цели на самом деле покупать, поэтому мы уже и говорим, а за сколько присел, за сутки соберется или там за 15 минут, и на сколько их слов будет, 10 это будет, или 30, или 50, то есть все уже знают, что будет рост, все уже знают, что присел соберется, поэтому в данном случае, конечно, вот такие темы лучше не пропускать, я сам, когда токен вот от флоки запустился, я сам тоже зашел, хотя в щитки не захожу, на самом деле, я торгую только на споте крупными криптовалютами, но когда есть команда, которая уже показала какой-то результат успешный, я, конечно же, тоже захожу, потому что это интересно. Да, спасибо тебе большое за опыт, и, наверное, крайний вопрос, Илья Рыбалка спрашивает, про отказ от смарт-контракта говорили? Это вопрос. Вроде не обсуждали еще такую тему. Ну, как всегда, на старте, после рейсика Дунисвайпе происходит отказ от смарт-контракта, да. Вот и ответ. Короткий вопрос, короткий ответ. То бишь, да, отказ от смарт-контракта планируется. Ну что ж, друзья мои хорошие, всем доброго дня, отличного настроения. На связи был Руслан Захаркин, СЕО как раз нашего чата. Конечно же, Павел Алешин, команда Вензды, Ину, значит, Финк и всей семьейки Адамс. Это здорово, это прекрасно. Ну и, конечно же, вы, дорогие зрители, спасибо вам большое. И не забывайте про подарок. У кого будет самая большая покупка на преселе, я лично отправлю вам этот бокс. Если вы находитесь в Москве, я лично в центр Москвы вам доставлю его. Если в другом городе, ну что же, я отправлю за свой счет ваш город, никаких проблем вообще нет. Но если вы будете в Москве, я отправлю вам непосредственно лично, лично вручу и, конечно же, пожму вашу руку. Ну что же, всем добра, тепла, энергии. Паш, спасибо тебе большое за уделенное время. Дорогие зрители, спасибо вам за уделенное время и за те возможности, которые вы пускаете в свою жизнь. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта. Пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И давайте сами вместе в комментариях подумаем, сколько же иксов потенциально мы здесь делаем. Добра и тепла. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok